Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Денис Леонтьев. Сегодня в выпуске. Перевозчики просят повысить стоимость проезда в общественном транспорте. К Иннополису предъявлены иски более чем на 4 миллиарда рублей. В Татарстане могут ввести ограничения на получение земель многодетными семьями. Казанские перевозчики попросили повысить стоимость проезда до 28 рублей. Сейчас она составляет 20 рублей. Соответствующее открытое письмо, под которым подписались директоры 13-ти транспортных предприятий, направлено в мэрию города, Республиканский Минтранс и Госкомитет по тарифам. Транспортники заявляют о критической ситуации, сложившейся на их предприятиях. По их словам, если сегодня тарифы будут сохранены на прежнем уровне, уже завтра число автобусов на маршрутах сократится на четверть. Необходимость повышения стоимости проезда в интервью нашему телеканалу объяснил директор Казанского по АТП номер 2 Альберт Мухамедшин. Даже некоторые стоимости от нового перевозка пассажиров на некоторых маршрут достигают 38 рублей, 42 рублей. Конечно, на сегодняшний день при всем том, что рост запасных частей, кадровый голод, повышение на сегодняшний день страховки запасных частей, научно-молочных материалов. Все это, конечно, скажет о том, что сегодняшний день в тех условиях, в которых мы сегодня находимся, и надо еще сказать, что у нас уже автобусы, в большинстве практически 50% выработали свой ресурс, автобусам уже 9 лет, то есть 10-й год пошел. Некоторые автобусы пробежали уже более миллиона километров, и это у нас говорит о том, что они сейчас требуют очень значительных материальных затрат. Все это говорит о том, что сегодняшний день при этом тарифе нам сегодня просто невозможно работать. Транспортники подчеркивают, что стоимость проезда в Казани не менялась два года, а для льготников пять лет. Авторы обращения заявляют, что из-за кризиса самые нерентабельные маршруты, обслуживающие окраины и поселки, могут быть закрыты. Также может сократиться число вечерних автобусов. Между тем, городские власти не поддерживают увеличение тарифов до 28 рублей. В мэрии заявили, что не могут согласиться на такое повышение, потому что оно идет с опережением инфляции. Окончательное решение же примет Госкомитет по тарифам. Было в диалоге с пассажирами, повышая, вынужденно повышая тариф, я просил бы, чтобы повышалась и культура обслуживания, и обновление парка сохранилось, потому что мы не можем вернуть. Мы слышим некоторые призывы, давайте все вернем, как было. Кто хочет, на газели, на пазиках пусть ездят. Мы к этому хаосу возвращаться больше не намерены. И люди привыкли к комфортным автобусам, к комфортным новым трамваям, троллейбусам, метро. Поэтому планку нужно держать, но и повышать нужно разумно, умеренно, понимая, что всем сейчас трудно. РЖД планирует сдать ВСМ Москва-Казань за три года. В 2016-м же планируется закончить ее проектирование. Об этом сообщил первый вице-президент-монополиста Александр Мишаря. Ранее сообщалось о возможном начале строительства ВСМ уже в 2017 году. Реализация проекта оценивается приблизительно в 1 триллион рублей. Цинополиса пытаются взыскать более 4 миллиардов рублей долга. Истцом выступает стройкомпания холдинга Акбарс, а именно Камгэс Энергострой. По данным коммерсанта, компания в прошлом году сдала кампусы, университет и спорткомплекс на территории IT-города. Но Иннополис так полностью и не заплатил подрядчику. У города возникли претензии по стоимости выполненных работ. Общая площадь Иннополиса превышает 2000 гектаров. Город будет рассчитан на проживание 155 тысяч человек, в том числе порядка 60 тысяч IT-специалистов. Кроме того, в Иннополисе создана особая эконом-зона техника внедренческого типа. Мэрия Казани предложила ограничить бесплатную выдачу земель семьям, имеющим троих и более детей. Соответствующие поправки в земельный кодекс Татарстана уже одобрены гордумой, но еще не региональными властями. В частности, предлагается предоставлять участки только тем, кто постоянно проживает на территории соответствующего муниципалитета республики не менее пяти лет. Сейчас такого цен за оседлости нет. Кроме того, предлагается увеличить сроки предоставления земель с одного года до трех лет. Необходимость ужесточения правил выдачи объясняют дефицитом участков. В 2012 году на них претендовало около трех тысяч семей. Сегодня почти восемь тысяч. Дефицит составляет около пяти тысяч участков. Ранее казанские власти уже пытались ограничить выдачу многодетным семьям бесплатных участков, но тогда Республиканский госсовет отклонил эту инициативу. Это были новости экономики. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова